Конечно, вы можете закрывать лицо веером, например, или маской. Но все-таки мы женщины, и мы хотим выглядеть красиво в любом возрасте. И поэтому мы занимаемся своей красотой, независимо от того, как мы выглядим и в каком возрасте мы находимся. Итак, следующие наши точечки находятся в области нижней челюсти. Обратите внимание вот на эту точечку. Она находится сразу же во впадинке под подбородком. Надавливая на эту точку, мы стимулируем мышцы подбородка, мышцы нижней челюсти. Мы улучшаем состояние внутренних органов пищеварительной системы, мочеполовой системы. И вот мы ее массируем вот так вот большим пальчиком. Следующие точки находятся сразу же под нижними клыками на нижней челюсти. Это очень чувствительные точечки. Вот они тоже парные. Они также восстанавливают мышечную и кожную часть, всю эту вот часть нижней челюсти. Убирают морщинки вокруг губ. Сглаживают вот эти вот как бы наши боковые морщинки, да, как бы носогубную область. Вот они находятся вот с двух сторон. Мы их начинаем массировать либо указательными пальчиками, либо средними пальчиками. Вот мы их массируем таким образом. После этого мы переходим к точечкам, которые находятся на уровне уголков губ. Здесь двух сторон. Буквально на пальчик от уголка, уголков губ находятся точки. Тоже очень чувствительные. Нажимая на них, мы способствуем восстановлению мышц нижней части лица, органов пищеварения. Мы восстанавливаем вот эти вот мышцы и убираем мелкие морщинки вокруг рта. И переходим отсюда к средней линии лица, под носом, да, как бы между носом и верхней губой находится очень чувствительная точка. Эту точку мы также не забываем массировать при обмороке, при головокружении, при стрессовых состояниях. И вот рядом, не рядом с ней, а буквально вот под нижней губой на этой же линии, на этом же меридиане находится вторая точка чувствительная. И вот эти две точки мы можем массировать вот так вот отдельно. Можем попеременно с ними работать. Это точки, которые активизируют мышление, активизируют работу мозга, кровообращение, улучшают работу всех внутренних органов по срединной линии, которые расположены вдоль нашего тела. Они очень хороши при обмороках, состояниях стресса, тогда, когда вы не можете решить, что вам делать. Этот стресс, причем этот стресс может быть вызванный там, допустим, какой-то аварией, или он вызван общением с неприятным человеком. Помассируйте вот эти вот две точечки, вот помассируйте их, и вы придете в хорошее, нужное вам состояние. Следующие две точки парные находятся рядом с верхней центральной. И находятся они, скажем, вот непосредственно между ноздрёй и верхней губой, на середине этого расстояния, на верхней челюсти. Они тоже очень чувствительные. Вот эти точки, вот эти все три точки, вообще точки вокруг области рта, они восстанавливают круговую мышцу рта и убирают так называемые вот эти вот папиросные или сигарные морщинки. То есть морщинки вокруг верхней и нижней губ. Вот если вы их будете массировать вот таким образом до состояния болезненности, и дальше вы передвигаетесь на следующие точки. Следующие точки – это зона красоты. Находятся непосредственно в так называемой собачьей ямке. То есть непосредственно они находятся на скуловой кости, вот здесь есть углубление, с двух сторон от носа, да, как бы и на них проецируется, если вы прямо перед собой смотрите, на них проецируется зрачок вашего глаза. Вот эти вот точки, они отвечают за состояние всего лица, за работу, опять же, пищеварительной системы в целом. И эти точки, они очень хорошо восстанавливают и тонус сосудов, и кровообращение, естественно, и иннервацию, и работу мышц, да, которые находятся на скуловой кости. И вот этих точечек мы после этого делаем вот такие вот разглаживающие движения. Вот они достаточно болезненные, и вот если здесь есть болезненность, вот она у меня сейчас ее уже нет. Но если вы надавливаете, и у вас есть болезненность, это значит, что мышца потеряла свое расположение, она опустилась, произошел птоз. И для того, чтобы она вернулась на свое место, вот нужно делать вот такие вот разглаживающие движения. Они же лимфодренажные, то есть они отправляют лишнюю жидкость, если есть отеки на лице, к ушам, к лимфатическим сосудам. Вот так вот мы проглаживаем наше лицо. Хочу сказать о себе, у меня очень большая склонность к лимфостазам и к отечностям. И когда я просыпаюсь утром, первое, что я делаю, я убираю вот эту вот лишнюю накопившуюся жидкость, кроме того, что я люблю спать на животе, да, то есть лицом в подушку, как, наверное, и многие из вас. И вот для того, чтобы не было последствий после такого неправильного сна, потому что по-другому мне сложно, как бы в течение ночи я меняю положение тела, и как бы, естественно, тоже я сплю на животе лицом в подушку. Так вот, для того, чтобы не было этой отечности, первое, что я делаю, делаю массаж точек и разглаживаю свое лицо, скажем так, физически, механически отправляя вот эту всю лишнюю жидкость, которая накопилась, да, в результате гравитации, я ее направляю в лимфатические сосуды, да, которые находятся, окружают нашу нижнюю челюсть и находятся в подключичной зоне. Таким образом, вы видите, лицо разглаживается, улучшается его состояние, так, как бы, уходит эта отечность, укрепляются, естественно, мышцы. Вот, вот, все время я делаю такие упражнения, то же самое на лоб, вы не теряете время, вы лобную часть тоже массируете, вот, и переходите опять к тем точкам, о которых я говорила, вы проходите опять, вот, как бы, вдоль своего лица, находите самые чувствительные точечки, вы их все промассировали, вот, так вот, быстро я это делаю уже, да, и переходите на область шеи. Вообще, как бы, зона лица, она очень зависит от зоны шеи и от того, как вы работаете с шеей. Шея надо, конечно же, начинать работать до того, как вы перешли к лицу, если вы в вертикальном положении. Но, когда вы находитесь в горизонтальном положении, вы помните, что я вам показывала комплекс, который я делаю, не вставая с постели, мы начинаем с лица, потом переходим на область шеи и потом на область туловища. И сейчас я еще покажу вам, с какими точками, как нужно работать с шеей, чтобы убрать вот эту вот отечность, в том числе и с лица, и какие нужно сделать при этом упражнения. Поэтому вы лайкайте наш сюжет, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, звоните в колокольчик, так как вы увидите там все мои координаты, ссылки на профиль в фейсбуке, пишите, я всегда буду вам рада. И переходите к нашим следующим роликам.